доброй ночи ребята как видите сейчас темно уже вечер глубокий у меня меня здесь вызывали помочь в аэропорту время у меня было поэтому я не отказался чуть-чуть лишнего подработать никогда не помешает а поговорим мы о следующем один человек задал вопрос в комментарии что изменилось в нью-йорке с приходом нового мэра ну что я тут могу сказать я конечно не знаю сильно там про жизнь нью-йорке я не вижу пока никаких изменений ни в худшую не в лучшую сторону вроде бы но есть одно но ну во первых кто меня уже знает те знают что я против демократов соответственно я против и этого мэра в том числе хотя я здесь не живу поэтому я даже и не имел права голосовать зато все мои родственники и друзья которые живут нью-йорке голосовали конечно же против но грез голосовали за других за республиканца фактически дать неважно в общем такая история то есть сначала предыстория потом я скажу что произошло в городе нью-йорке существуют такие программы жилищные программы когда под небольшие проценты берутся кредиты большими компаниями и строятся многоквартирные дома многоквартирные жилые дома под вот такую вот жилищную программу они получают льготы разные в городе но за все это они должны 20 процентов квартир выделить для бедных то есть для людей с низким очень доходом то есть 80 процентов квартир там будут продаваться за полную стоимость а нью-йоркская стоимость это мама не горюй а 20 процентов они должны поселить бедных то есть ну почти там чуть ли не бесплатно или с какими-то очень большими скидками и очень много уже таких проектов было построено за все это время там за уже много лет это дело происходит но что значит произошло сейчас пришел этот новый мэр до который от демократов то есть он как бы подлизывается более бедным слоям населения и он сказал что новые условия теперь не 20 процентов квартир для бедных а я не помню забыл цифру ну короче гораздо больше по моему чуть ли не половину то есть 50 процентов на что эти инвесторы сказали типа да нафиг нам это надо и вообще свернули эти планы вот так вот то есть получается вроде бы как он хотел сделать лучше для бедных а в итоге получилось что даже не 20 процентов будет а вообще не будет вот такие вот изменения произошли то есть на самом деле ничего хорошего ну а что будет дальше будет видно эта история эта информация из достоверных источников так что можете мне поверить на слово кто мне верит тот поверь вот такие вот перемены происходят в нью-йорке а других пока никаких переменных я деталей не знаю вроде бы все тоже самое но сменили главного полицейского управляющего надеюсь что очень надеюсь что хуже не будет хотя там тоже были значит были вот эти вот разговоры о том что менты они останавливают людей просто вот для проверки но в основном они останавливали не белых для проверки вот ну и соответственно все вот эти вот организации которые защищают права якобы меньшинств хотя здесь насчет того уже не понятно кто и тут меньшинство мне кажется белые уже скоро будут меньшинством не только в этом городе а вообще ну вот так значит что происходит то есть они начинают защищать права и говорят что мол вот полицейские они специально останавливают вот каких-то как какие-то конкретные представители вот разных расовых национальных меньшинств и это делается специально но знаете это ведь эффективно работала она все эффективно работала теперь они очень хотят запретить это дело но я чуть не знаю я не слежу за новостями я чуть не знаю в какой стадии это все находится но это программа по остановке и обыска людей очень хорошо работала и действительно очень много оружия было на улице отобрано арестовано в общем были разные случаи то есть мэри они хотят чтобы кого-то было чтобы типа там белых и не белых было примерно равное количество по обыскам то есть короче говоря в любом случае они хотят уменьшить вообще количество таких обысков ну и соответственно я думаю что криминальная обстановка в городе может повыситься тем более этот мэр уже работал мэрии раньше в конце восьмидесятых годов когда здесь был другой мэр и когда при нем здесь был просто ужас обстановка криминальная в городе нью-йорке там в восьмидесятых годах ну и раньше здесь было гораздо опаснее жить можно было и днем дорваться на какие-нибудь проблемы на улице или метро сейчас такого нет за время правления джулиани а потом и блумберга все это очень сильно уменьшилась вся эта криминальная обстановка она стала вообще по статистике стало меньше убийств меньше угонов там автомобили меньше грабежей всего стало меньше это по статистике всего этого конечно относительно много потому что ну и город большой и население здесь от только официально восемь миллионов человек а поговаривают что на самом деле включая всех приезжих и легальных и нелегальных те кто там допустим не зарегистрирован в нью-йорке что он действительно живет еще чуть ли не столько же то есть всего там миллионов 16 наверное людей находится одновременно в этом городе проживает находится там работает все по-всякому так что конечно в таком миллионном городе много миллионном городе конечно же криминала много но в процентном отношении не намного больше чем где-либо еще по стране но его конечно много вот такие вот изменения приходят в город и еще неизвестно что ждет город конечно все надеются что будет не так все плохо как было там 20-25 лет назад ну вот что будет то будет будет видно наблюдаете вы на экране ночную дорогу дорога это называется belt parkway почему она называется belt parkway потому что belt английское слово переводится на русский как вот как пояс и вот обрамление то есть это частично такая кольцевая дорога но не всего нью-йорка она идет вокруг района квинтс и района бруклин и она идет вот так вот действительно по краешку вот этих двух районов особенно здесь вот на юге по этой дороге можно сделать круг и вернуться сюда же все время ехать прямо 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 занимает это где-то минут 40 наверное может быть 50 вот в такое вот ночное время когда очень мало машин я бывало давал такие круги давно еще от нечего делать или там какой-то стресс себя снять очень приятно было взять вот так вот и проехаться по пустой ночной дороге без пробок это вообще замечательно ну а сейчас для меня лично эта дорога сейчас эта дорога из аэропорта gfk мимо бруклина то есть мимо южного бруклина мимо брайтон бич и дальше а потом по мосту вироза на в стейтен айленд это остров это еще один район нью-йорка через стейтен айленд и уже в мой уже ставший родным мне штат нью-джерси городок гудбридж который мне очень нравится все здесь все нас здесь все нас там устраивает в этом город городе кому-то я в комментариях уже объяснял что к чему и почему там допустим почему вы именно выбрали это город а этот город хорош тем что живут там уже нормальные люди криминальная обстановка там довольно минимальная относительно всего штата нью-джерси уже вот и живут там приличные люди у нас в районе в нашем городе и что очень хорошо что есть очень хорошее транспортное соединение с городом нью-йорк то есть с манхэттеном с центром экспресс-поезд идет 40 минут даже по расписанию 38 минут от нашей станции вуд-бридж до вокзала пэн-стейшн уже нью-йорке манхэттене на самом деле вот чистое время езды на поезде получается даже короче чем когда мы точно также жили в бруклине недалеко от брайтон бич но пэн-стейшн было ехать где-то около часа на метро а тут получается живем мы дальше но поезд такой хороший экспресс что он быстрее приезжает на тот же пэн-стейшн на ту же пэн-стейшн чем на метро ехать вот из бруклина южного так что соединение хорошее такое а еще хорошо то что нам ехать до южного бруклина буквально полчаса 35 минут максимум но это естественно я говорю о времени в котором не учитываются пробки то есть вот в такое время сто процентов все очень хорошо когда конечно там разные час пик понедельник там вторник среда и когда это происходит днем то это конечно все немножко по-другому происходит приходится где-то постоять где-то там очень медленно едут а где-то вообще стоят вот капитально стоят ну а сейчас конечно вот дорога такая сейчас 11 часов вечера суббота сейчас пробки только в манхэттене там где все эти ночные клубы рестораны бары вот туда сейчас пробки и на въезд и на выезд но так как через манхэттен я не еду поэтому у меня должно быть все на мази здесь все в порядке надеюсь доехать домой минут за 45 от начала этой поездки ну а там дальше будет видно скорость хорошая иду сейчас в километрах если 110 км в час это уже превышение потому что здесь потолок в 80 км в час но как видите иду вместе с потоком никого в моем ряду не обгоняю поэтому все нормально проблем быть не должно менты не останавливают когда идет поток хотя они конечно всякое бывает но обычно когда идет вот такой вот поток менты не останавливают если только кто-то нагло еще больше прет еще объезжает весь поток там скачет по рядам вот таких они останавливают я сейчас сменю ряд только потому что я знаю что по левому ряду сейчас пойдет очень плохой асфальт очень скором времени он и по среднему ряду будет не совсем скажем мягко говоря не очень но по среднему он будет лучше чем по двум крайнем и по правому и по левому вот уже началось но это все потому что здесь идет ремонт здесь дорогу все время крутят туда-сюда то левее то правее чтобы всегда поддерживались три полосы три ряда движения а в это время по бокам они там мутят крутят что-то достраивают новый асфальт кладут еще там чего-то поэтому так и получается что дорога сейчас немножко виляет и на одной неделе можно проехать с одной стороны в другую неделю едешь уже дорога гораздо там левее или правее но самое главное что поддерживается три ряда движения то есть помех это движению не создает пробок из-за ремонта практически не бывает то есть здесь пробки бывают их здесь очень много но они не из-за ремонта а из-за того что здесь просто слишком много машин едет ну и частично конечно что дорожное покрытие тут слабенькое но это опять же из-за ремонта хотя когда ремонта не было здесь тоже фигня всякое происходило но посмотрим что будет дальше ремонтируют они довольно длинный кусок дороги они заменяют три моста два уже заменили и вот скоро начнут заменять вот тот который мы только что с вами проехали был такой звук это потому что резина по металлу это чисто металлический мост он разводной он состоит из двух частей просто обе части поднимаются у него чтобы внизу там проходили корабли ну не корабли там лодочки такие небольшие ну средненькие и мелкие просто у некоторых из этих лодочек высокие мачты которые не проходят под этим мостом поэтому мост приходится разводить и останавливать вот это вот все движение вот оно конечно неприятно и создает пробки но что они делают это кстати уже не связано с изменениями из-за нового мэра эти планы были давно это все этот весь ремонт начали по моему в десятом или в одиннадцатом году еще до задолго до выборов ну и я надеюсь они это закончили что они делают этот разводной мост они заменят на неразводной мост но мост этот сделают гораздо выше старого и поэтому уже разводить ничего не надо будет все яхточки все вот эти вот лодочки с высокими мачтами они все будут нормально спокойно помещаться под новым мостом потому что он будет раза в полтора выше ну там все рассчитали видимо так что должно все работать и надеюсь что так и будет потому что этот мост конечно иногда препятствует нормальному движению как его раскроют вот там на пять минут его буквально раскроют но вы посмотрите какое движение сейчас на этой дороге вот даже сейчас когда сравнительно в это время очень мало машин но даже сейчас вот какое-то количество есть а представляете сколько едет днем и вы берете перекрываете полностью эту дорогу минут там на пять-шесть даже вот такое вот коротковременное перекрытие конечно вам ничего хорошего не светит а кстати не три моста меняют а четыре сейчас мы только что проехали с вами еще по одному мосту который тоже заменят скоро так что вот такие дела так вот этот впереди меня он что-то как-то медленно едет оооо перед ним никого нет ну еще один из вот таких вот тормозов всякое бывает иногда приходится конечно обогнать кого-то но в основном конечно иду с потоком нормально все хорошо люблю когда на дороге нет пробки от этого вождения делается еще приятным еще более приятным ну конечно говоря о пробках я опять же смотрю с моей колокольни сравниваю с тем что я вижу здесь вокруг у себя если говорить о москве то мне в комментариях постоянно пишут что что ты говоришь какая-то пробка это вообще ерунда приезжай в москву посмотри ну я видел видел и на ютубе очень много всего и по телеку по российскому даже показывают бывает там всякое конечно да здесь если сравнить с москвой то конечно пробок сравнительно немного хотя город нью-йорк из американских городов не помню на каком месте но в первой десятке по пробкам находится по-моему он то ли пятый то ли шестой ну короче даже не в первой тройке он далеко не первый там и второй и я даже забыл там забыл я эту статистику я недавно читал статью о том такой хит парад из десяти самых пробочных городов Америки там и Вашингтон мелькает в этой десятке конечно же и Лос-Анджелес и Чикаго но вот я не помню кто на первом месте кому интересно если не лень вы можете это очень легко прогуглить и посмотреть кто на первом месте по пробкам в Соединенных Штатах так что конечно если сравнивать с какими-то другими городами и странами то не так уж и плохо здесь с пробками в этом городе хотя город конечно большой асфальт не успевают ремонтировать но вы знаете я что вам могу сказать вот насчет плохого асфальта когда я ездил в Германию я брал там аренду машину и я там ездил много где поездил за рулем в общем было дело ну и знаете даже такой крупный мегаполис немецкий как Франкфурт на майне даже в Германии в этом городе я скакал по кочкам причем на обычных улицах именно то же что был плохой асфальт то есть даже в Германии заметьте даже в Германии потому что это уже даже от страны не зависит и от экономики это просто мегаполис большой мегаполис в котором все равно дороги чинить не успеваются просто из-за большого количества автомобилей на этих дорогах которые и выбивают все эти выбоины ямы трещины образуются от большой нагрузки просто а вообще в Германии было классно покататься посмотреть на страну мы просто брали на выходные в аренду автомобильчик и ехали куда глаза глядят с ребятами мы и до Швейцарии даже доезжали до Люксембурга кусочек Франции посмотрели в Страсбург ездили в общем было дело а еще не так уж и далеко от Франкфурта я знаю есть авиационный но не совсем авиационный он такой технический музей музей вообще техники любой и там конечно там мы налюбовались на разные самолеты там даже конкорд стоит рядом с Ту-144 советским они стоят вот так вот рядом прямо на одной линии на крыше этого музея и можно вот взглянуть на них и посмотреть сравнить чем они отличаются чем они не отличаются на самом деле хоть они и говорят что друг у друга постирали но если вот взглянуть на эти два самолета рядом как они стоят там то разница в общем то все равно есть форма конечно общая форма она одинаковая но если смотреться в детали то разница есть правда там конечно нельзя зайти в кабину пилотов как я заходил и сидел в кабине пилотов такого же Ту-144 в Ульяновском авиационном музее который находится прямо прямо возле аэропорта но фактически он является по-моему юридической территорией аэропорта кстати я знаю меня смотрит как минимум один человек из Ульяновска ну если ты меня слышишь расскажи вообще в комментариях как там этот музей ну если ты знаешь конечно потому что я слышал что музей этот так немножко привели в порядок покрасили самолеты как-то отреставрировали потому что когда я был там в 2007 году у многих у большинства самолетов была такая потекшая немного краска на них в общем вид был такой непрезентабельный как-то вот так себе было но зато мы попали внутрь самолета Ту-144 он был закрыт для посетителей но это же Россия ребята в общем за вознаграждение в 300 рублей нам провели экскурсию внутри самолета показали рассказали что к чему я посидел на месте пилотов в кабине посмотрели мы салон в общем осмотрели этот очень интересный конечно исторический экземпляр один из немногих который остался практически не сломанным ничего он сам прилетел в 83 году в этот Ульяновский аэропорт ну и все отвезли его вот на эту стоянку в музей с тех пор он больше никогда не взлетал жалко конечно обидно такая техника была но сняли это с производства конечно сняли это с рейсов Алмата, Москва все это в общем поснимали но на самом деле такой самолет экономически не выгоден во всяком случае по сегодняшним технологиям но на те годы конец шестидесятых вот семидесятые этот самолет он явно опережал будущее это были технологии будущего так нижний уровень моста закрыт поэтому мы поедем по верхнему ага об этом знаке впереди сразу уже он предупреждают так я залез не в самом конце но сейчас обязательно найдется кто-то кто вклинится в этот поток еще еще гораздо там скажется впереди меня такие люди тут тоже есть хотя что-то незаметно пока никто не лезет все кого я видел в зеркале они все сзади залезли но это хорошо это радует ну так вот конечно это самолет легенда это такой замечательный самолет у меня вообще тогда мне так это понравилось что нам все-таки показали этот самолет этот мужик был я не знаю точно но он вроде как один из там учредителей или где-то он там в дирекции этого музея был и где-то недавно в интернете я прочитал что 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 нет с нами уже этого мужика ушел он из жизни а жаль жаль классный вообще мы с ним так хорошо поговорили тогда он нам столько всего понарассказывал и про другие самолеты как оказалось в Ульяновском музее вот тот самолет Ту-134 который стоит тоже в нем там же на той же травке это оказалось тот самый самолет который снимался в фильме Рязанова ну кто помнит он назывался приключения итальянцев в России ну я конечно сфотографировал этот самолетик на память правда в фильме у него был другой номерной знак другая регистрация потом потому что поменяли ему уже не знаю по какой причине но ему поменяли регистрационный номер поэтому с фильмом можете не сравнивать там другие цифры но снимался вот этот сюжет посадки самолета и проезда его как бы по загородному шоссе вместе с машинами он снимался как раз прямо там в Ульяновском аэропорту на взлетной полосе нарисовали дорожную разметку пустили машины это все были профессиональные какие-то водители каскадеры этим занимались естественно но это очевидно там скорее всего но это же все таки опасно и вот они снимали этот фильм а на самом деле я недавно пересмотрел кстати этот фильм и особенно это место на самом деле действительно если присмотреться к деталям то хорошо видно что что это на самом деле конечно никакая не дорога а взлетно-посадочная полоса там даже кое-где в кадрах чуть-чуть такой чуть-чуть видно что чуть-чуть видно конец этой полосы и видно что дальше там ничего нет вот ну как смогли и так засняли фильм вообще классный мне нравится ну вот вернемся сюда перенесемся в наше время переехал я мост Вирозана плата за который на сегодняшний день составляет 15 американских президентов ну а так как я буду проезжать с изи пасом то у меня скидочка а скидочка со скидочкой я сейчас заплачу за этот мост 10 долларов и 66 центов ну учитывая что наличкой пришлось бы платить 15 то это не так уж и плохо но с другой стороны конечно и 10 долларов это уже тоже оборзевшая цена за этот мост и цены растут как на дрожжах в 2001-2002 годах цена за проезд по этому мосту составляла наличными 7 долларов а по изи пасу 6 долларов что такое изи пас я делал видео поэтому объяснять не буду значит а потом с тех пор вы видите что произошло уже получается в два с половиной раза поднялась цена за проезд по этому мосту и я вас уверяю зарплаты в два с половиной раза здесь не поднялись за такой же промежуток времени то есть они борзеют и борзеют они поднимают и поднимают цены когда-то они подняли потихоньку они поднимали на доллар там сделали 8 долларов потом 9 потом 10 потом сразу а нет 11 тоже было потом стало 12-13 а потом резко стало и 15 14 цифра 14 вообще была пропущена так что растут здесь цены гайки потихоньку закручиваются ну потому что у городского агентства которое обслуживает этот мост якобы не хватает деньги на обслуживание его хотя его топ-менеджеры получают очень хорошие зарплаты и бонусы ну и вообще конечно вся эта агентура вся эта система она же сильно коррумпирована поэтому невозможно точно объяснить почему именно у них не хватает ну вернее почему не хватает воруют потому что вы думаете в Америке не воруют и нет коррупции но я уже говорил об этом так что-то чувак неадекватно едет со своего ряда лезет на мой и вот это вот порт авторити который управляет тремя аэропортами вокруг Нью-Йорка и агентство МТА которое расшифровывается как метрополитен транзит авторити они все коррумпированы до корней и из-за этого воровства конечно поднимаются поднимается плата за проезд поднимается плата за проезд в метро это тоже МТА это тоже владеет то же самое, агентство МТА ну и вот поднимается плата за проезд по мостам и туннелям которые из тех, которые платные есть Есть мосты и туннели? Нет, туннелей нет, есть только мосты, которые принадлежат городу, они на балансе города, и по ним проезд бесплатный. Это мосты Бруклинский мост, Манхэттенский мост, Вильямсбургский мост, Квинсбург мост, который называется мост 59-й улицы. Ну и там есть еще несколько мелких мостов, по-моему, мост 3-й авеню, мост Вашингтона, ну их два моста Вашингтона, и вот один из них бесплатный, который идет из Манхэттена в Бронкс, ну и обратно. Ну то есть есть какие-то мосты, которые бесплатные, а туннели все платные, ну и все остальные мосты платные. А пересечения между Нью-Йорком и Нью-Джерси нет ни одного бесплатного. То есть вот такая вот свободная страна, демократическая. Нету бесплатной альтернативы проехать из Нью-Йорка в Нью-Джерси и обратно по бесплатному, какому-нибудь хотя бы одному бесплатному мосту, либо туннелю. Все они стоят одинаковых денег, а именно на сегодняшний день это 11 долларов за проезд по мосту в одну сторону. Ну с изи-пассом там уже скидки. Мы платим 5.50 сейчас, и причем недавно опять подняли. Ой, какие 11 долларов, о чем я говорю, 11 долларов стоит Вашингтонский мост из Нью-Джерси в Нью-Йорк, это по изи-пассу, а наличными он стоит уже 15 долларов. Так что оно все приравнивается и к городским агентствам. Потихоньку, так постепенно. Вот такие вот бабки дерут с обычных жителей. Вся вот эта вот братья во власти. Все эти агентства, они якобы получастные, полугосударственные, но фактически они же содержатся правительством города Нью-Йорка. Ну и еще и дофинансируются штатом Нью-Йорк. Какая-то часть идет со штата Нью-Джерси, ну потому что мосты соединяют два штата, и поэтому там бюджет как-то немножко разделен. В общем, вот такая вот жизнь здесь. Дорога здесь тоже ремонтируется, и между прочим, вот сейчас мы с вами едем по противоположной стороне. Бывшей и будущей, но временно она сейчас отдана направлению движения в эту сторону. Ну куда ж ты лезешь даже без поворотника? Вот козлина, а! А та сторона, она едет еще дальше, чем обычно. То есть там газон задействовали и заасфальтировали временно. Когда это все перенесут обратно, там разберут асфальт, уберут и снова посадят травку, и будет все зелено, зелено и красиво. Все будет хорошо. Ну а пока вот, чтобы, опять же, чтобы не прерывать движение, чтобы не уменьшать количество рядов, они занимаются вот такими вот движениями, сдвигами этой дороги, туда-сюда. Ну это очень хорошо, конечно, потому что если они начали бы закрывать ряды здесь, то это был бы ужас. Были бы каждодневные пробки, пожизненные, просто постоянные. Но этого не нужно, и хорошо, что хотя бы все это делается. Еду я сейчас по, как некоторые из вас уже понимают, по обособленному острову Стейтен Айленд. Это пятый район Нью-Йорка, который раньше был просто городской свалкой. А сейчас здесь все постихоньку уже начали убирать. И очень много сейчас развивается жилищное строительство. Здесь очень много и частных домов. Есть кое-где и квартирные дома. Но здесь в основном больше, конечно, частных домов. Поэтому этот район Нью-Йорка, он такой наиболее деревенский. Он больше всего напоминает, во многих местах даже не похож на город. Хотя административно это считается единицей города Нью-Йорка. Но по видам вокруг, жалко сейчас темно, не видно, но по видам вокруг иногда даже не скажешь, что ты находишься в городе Нью-Йорк. Здесь олени бегают. Все как в деревне, все как за городом. И вот даже сейчас пойдут места, в которых даже не будет видно никакой цивилизации какое-то время. Но я думаю, что на экране этого видно не будет. Потому что темно сейчас. Вот так вот, ребята, на камере. Мне замигало, что осталась одна минута от батарейки. Ну, правильно, я же снимал-то весь день всю дорогу. Так что на этом я буду прощаться. Вернее, не прощаюсь, а до новых встреч. Ну, а дальше уже поеду. Скоро камера сама выключится и прекратит запись. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok